Кто еще помнит, что всего несколько месяцев назад Игорь Дадон убеждал граждан Молдовы, что сильный президент – это сильная страна. Что именно он, сильный президент, выгнал из Молдовы коварного и всесильного олигарха Плохотнюка, обыграв его как щенка. Что именно он, Дадон, это стабильность и торжество православных ценностей. Что народ плачет, когда видит его вживую на встречах. Что он выиграет президентский выбор с первой ноты. В конце концов, даже бабушка из Атурии ему это нагадала на яйцах. И вот результат. Майя Санду получает в первом туре 36%, Игорь Дадон – 32%. В Кишиневе, где примар-социалист, Санду получает 45%, Игорь Дадон – 34%. Пророссийский президент Дадон в преференциях молдавской диаспоры в России находится на втором месте после лидера нашей партии Рената Усатова. Но вместо того, чтобы выйти достойно, как подобает сильному президенту, каковым он себя считает, и признать свои ошибки, Дадон, перечисляя свои обещания для второго тура выборов, впал в истерику, стал угрожать гражданам и брызгать слюной, выступая скорее в ипостасии фейкмейкера. «Хотите гей-парады? Голосуйте за Санду!» – пугает Дадон. За все четыре года своего президентского мандата Дадон не запретил ни одного шествия за права секс-меньшинств, которые проходили в Кишиневе каждый год, а покорно наблюдал за шествием из окна своего президентского кабинета. Следующим своим шагом Дадон назвал поиски решений в здравоохранении и задался вопросом, что сделало его контракандидат на посту премьера, чтобы подготовить страну к пандемии. Президент явно заплутал во времени. Хочу напомнить, что правительство Санду было отправлено голосами ПСРМ и ДПМ в отставку 12 ноября 2019 года. А первые случаи коронавирусной инфекции были зафиксированы в Ухане в декабре 2019 года. И только 11 марта ВОЗ объявил коронавирусную инфекцию пандемией. Если бы у Майи Санду была бы знакомая бабушка в Этулии, как у Дадона, она бы несомненно объявила пандемию в Молдове еще до падения своего правительства. А дальше Дадона вообще понесло. Он заявил, что не позволит введение карантина и санитарных ограничений, а вот его контракандидат Санду несомненно закроет страну по примеру европейских стран. И тут стоит напомнить вошедшему в раж Игорю Дадону, что в марте 2020 года большинством голосом в парламенте был принят закон о режиме чрезвычайного положения в стране. Он продлился 60 дней с 17 марта по 15 мая. Данный закон наделял комиссию по чрезвычайному положению следующими полномочиями. Установление специального режима въезда и выезда из страны, введение специального режима передвижения внутри страны, введение режима карантина и других санитарно-эпидемиологических мер, запрет на проведение собраний, манифестаций и других массовых акций, распоряжение в случае необходимости, рационализации потребления продуктов питания и других продуктов первой необходимости. Премьер-министр Республики Молдова Йонкико также отметил, что рассматривается и возможность принятия решений об остановке международного и общественного транспорта. Министр внутренних дел Молдовы Павел Войко заявил, что в результате введения ЧП сотрудникам МВД Республики Молдова будут даны дополнительные полномочия. А вообще, разве ответственный за жизнь и здоровье своих граждан президент будет заявлять в разгар второй волны пандемии, что больше не будет вводить карантинные меры. В то время, когда количество зараженных и смертей от ковид растет, а мест в больницах нет. Страну даже закрывать не надо. Благодаря эффективному менеджменту Додона в качестве главы комиссии по чрезвычайным ситуациям, Молдова и так внесена в список красных зон. Следующий фейк, патриотически заявленный Додоном, это то, что он не позволит уничтожению районов. А вот в планах его контркандидата это есть. Здесь следует освежить память Игоря Додона и напомнить, что необходимость проведения административной реформы как раз входила в революционную программу додоновского премьер-министра Иона Кику. Премьер заявил, что в Молдове самый большой местный административный аппарат на душу населения во всей Европе. В строге сотни премарий, мэрий, в населенных пунктах, где всего от 700 до 1000 жителей. Ежегодно и рационально тратятся миллиарды леев на содержание тысяч чиновников, сказал глава правительства. По его словам, Кабин готовит концепцию административной территориальной реформы. Возвращение к рациональной административно-территориальной структуре, аналогичной той, что была до 2003 года, абсолютно необходимо. Отметил тогда Кику. А это значит возвращение к жудецам. Но пока проигравший в первом туре Додон рассыпал свои откровенные фейки, в парламенте растворилась фракция партии Шор. Легким движением руки, всей дружной шоровской толпой, они перешли в группу за Молдову, созданную блудными сыновьями беглого олигарха Плохотнюка. Теперь эта группа насчитывает 14 депутатов, и все они за Молдову. Вся эта операция напоминает схемы по отмыванию денег, в чем большие знатоки Шор и Плохотнюк. Сподвижников Плохотнюка переводили из одной фракции в другую, потом в третью, и в результате получили очистившихся от Шора и Плохотнюка патриотов за Молдову. Вот и коалиция подоспела как раз ко второму президентскому туру.